Мы новые художники, современные, но классическая школа, то есть манера письма классика, вся старая классика, все новое это забытая классика. Это узнаваемость, это проработка, это внимание вот к колориту, к детали. К этой выставке авторы долго не готовились, можно сказать, она родилась спонтанно. Творческий дуэт Петренко и Кузнецова тоже появился случайно, да и сама экспозиция работала всего два дня. Дело в том, что выставка эта не планировалась. Еще неделю назад ни я, ни Евгений мы не предполагали, что выставка может состояться. Выставку нас мобилизовал и помог нам организовать. Это вот Игорь, фамилию я конечно не смогу сказать, это из Китая, он любит живопись. А вот и тот самый Игорь, бизнесмен из Поднебесной, но сфера его деятельности к искусству не относится. Он ездит по стране и ищет хороших художников-реалистов, а после проводит в Пекине их выставки. Вот такое необычное хобби. Не так давно Джуюфон, это настоящий имя китайца, был в Москве и там уже встретил своего Шишкина и Левитана. И вот он в Барнауле. Сейчас очень мало современных в России художников, пейсаж художников, это очень мало знает. Поэтому я хочу показать Евгений Кузнецов и Дмитрия Петренко работы в следующем году в Китае выставка. Почему именно Дмитрий Петренко и Евгений Кузнецов приглянулись к китайцу? Вопрос, быть может он успел оценить их творчество, когда пять лет назад прилетал в Союз художников края с рабочим визитом. Но вот что точно известно, выставка спонтанно появившегося дуэта состоится в Пекине летом следующего года. Анна Беляева, Владислав Ковалев, День с толком. Анна Беляев, День с толком.